дорогие друзья мы с тобой встретились наконец александр чижов я бы сказал один из таких самых активных популярных больших атлетов в латвии да если мы берем в целом спорте и мы берем достижения ты сейчас в пфл да это считается пфл это наверное входит сейчас в топ-5 мировых организаций в мире если первое все знают это и и все то вот вторая треть этот пфл белла тора то лучше тут между этим это американская лига которая которая на данный момент дерется очень много ветеранов и все бывшие звезды и все вот недавно подписали не фрэнсис ангану это был неоспоримый чемпион и все в тяжелом весе наверное самый опасный такой чувак из тяжеловесов и вот сейчас подписали в пфл поэтому у них есть очень большие финансы у них есть понимание как это вообще все как это все работает поэтому они делают очень правильные мувы они скупают бывших звезд чтобы поднимать себе рейтинги что поднимать себе резинность и я думаю через лет пять еще неизвестно будет где будет круче и усилий в пфл поэтому вообще очень интересно что так развилась эта индустрия я бы сказал но вообще бои в целом то есть раньше было вот боксом или борьба да то есть конкретно и за последние не знаю там 10-15 лет именно ммай стал очень очень популярным и не без и ммай стал как самостоятельный вид спорта если раньше к этому относились так типа это какой-то такой второсортный вид одинобор то есть все идут в бокс там кикбоксинг это такие олимпийские виды спорта то ммай это такой много кто не понимал что это такое бои в клетке там без правил что это такое больше такой уличный стиль такой уличный стиль для тех, кто якобы не реализовал себя в олимпийских видах спорта, шли в ММА. Если борцы, которые на Олимпиаду не попали, они шли со своей борьбой в ММА. Или так же само боксеры. То сейчас самостоятельный вид спорта. Если раньше ММА это был только UFC, сейчас уже настолько это все стало... Настолько это все уже расширилось, что уже многие бойцы уже с UFC специально уходят в другие организации, потому что где-то платят больше, где-то условия лучше. Поэтому где-то раскрыться по-другому. Раскрыться, да, может быть по-другому. Или регион какой-то. Поэтому сейчас ММА это уже полностью скажем так, уже устоявшийся вид спорта, поэтому за этим будущее. Я когда увидел, что ты подписал контракт, то есть у тебя было видно, что шла карьера там один бой, второй, туда-туда. То есть вроде есть еще какие-то бойцы тоже. О, кто-то выиграл то, кто-то выиграл то. И тут ты слышишь большую новость, да, что ты подписал вот с этим промоушеном. Это один из там топ-5 промоушенов в мире. Я думаю, вау, ну вот человек... Пацан, который на геттофайте еще бился. На геттофайте. Ну, даже может быть не то, что даже геттофайт. Ну, то есть вот это те же залы, те же тренера, в которых бьются остальные бойцы, которых мы знаем в Риге и в Латвии. из того же круга, да, человек попадает на большую арену. Во-первых, может быть, расскажи, ну, то есть по эмоциям, понятное дело, это вау. А расскажи, как вообще, какая возможность, какой шанс туда попасть и что ты для этого делал? По эмоциям, кстати, вау. Знаешь, вот когда на самом деле это все пришло, эмоции были более чем спокойные. Вот если знаешь, там, раньше, когда, ну, до этого всего, об этом всем еще даже говорить было неприлично вслух, потому что казалось, что это таким невозможным, да, ММА. Во-первых, у нас вообще-то не сильно раз это было в Латвии. И у нас, как бы, скажем так, я первый боец за историю Латвии, кто подписался в американскую лигу, именно в ММА, конкретно в этом спорте, да, потому что раньше не было ни понимания, как туда попасть, ни что для этого нужно делать. Мне повезло, у меня есть, у меня есть менеджер, это Павел Сахаревский, да, у меня есть менеджер, и, как бы, вот, мы с ним начали работать, как боится. Раньше мы с ним были просто, как бы, товарищи, друзья, потом мы с ним договорились, что мы будем работать с ним, как бы, как спортсмен и менеджер, подписали между собой контракт, после чего у нас стала, как бы, такая уже больше, больше мы с ним в работу ушли, да, и вот это вдало свои плоды, моими победами, стараниями и его также контактами, и, как бы, всеми этими моментами мы, вот, выбили себе контракт ПФЛ, нам они предложили бой в Лондоне в прошлом году, мы согласились, конечно, отказываться было глупо, хотя там было очень много причин, по которым был у меня тяжелый период в моей жизни, там была у меня и депрессия, и проблемы со здоровьем, там, и близкий человек мой ушел с семьи, и, как бы, у меня там, скажем так, в один момент, в один период в моей жизни у меня было не до этого, и я, как бы, спорт немножко, как бы, отошел от этого дела, потому что я также бился в Украине, я был чемпионом мира там, и началась война, там все прикрыли, я остался без организации, без контракта где-либо, бои, как бы, было много предложений с Европы, но, опять же, я был не в форме, я не мог полноценно погрузиться в тренировки, поэтому, как бы, я, как бы, все отказывал, думал, ладно, пока не будем спешить, сейчас я разберусь со всем, что у меня в личной жизни происходит, и потом уже в более подходящее время, когда я уже буду сам к этому готов, ну, возобновим, скажем так, это все. И тут мне звонит Паша, говорит, что ПФЛ предлагают нам контракт на бой, это через 5 недель, что очень мало, учитывая, что я там не тренировался полноценно 3 месяца, там у меня там врачи, там анализы, то, сё, пятое, десятое, и я там набрал 90 килограмм, хотя держусь в 70 сам, да, и я был абсолютно вообще не в форме, и тут мне звонит Паша, я просыпаюсь, мне, ну, как бы, туда-сюда, ПФЛ предлагает бой, я говорю, ну, нет, если это ПФЛ, то, о чём ты говоришь мне, что ты там никакую букву не попутал, там, ни ПФЦ, там, ни какое-то, да, там, а если это ПФЛ, то, ну, блин, я мёртвый выйду, я так и сказал, я ему говорю, если это ПФЛ, я на этот бой даже мёртвый выйду, так что соглашаемся, 5 недель, 3, хоть на следующие выходные, типа, я сделаю этот вес, кое-как смогу подготовиться, и... То есть в тот момент ты был 90? Да, даже 91, может быть, да. И тебе надо было до 70? Да, оно было до 70, сколько, за 5 недель 20 килограмм, я не спарринговал, там, типа, 4 месяца из серии до этого, я сразу уже знаю, что мы согласились, подписали контракт, купили билет на самолёт, я поехал в Швецию, в Стокгольм, где я в зал All-Star, где я готовился ко всем своим уже боям, уже крайние три боя, я провёл подготовку там, потому что... До этого ты уже проводил подготовку там. Да-да-да, я уже, как бы, ПФЛ это был третий бой, к которому я там готовился, и я поехал в Швецию, приехал туда вообще ни в какущей форме, как сейчас помню, я приезжаю, я ещё думал, как, блин, я вообще, блин, я не знаю, я там 200 метров пробегу, у меня дышка будет, ну, тяжело было, реально, был такой тяжёлый период у меня в жизни, и сейчас, кстати, немножко эту тему, сейчас буквально перед боем накануне, у меня бой через 4 недели, через месяц, да, в июле, 8 июля, и мы за 2 недели до этого выставим, мы выпускаем фильм про меня, такой документальный выйдет, где я расскажу там прям всю тёмную сторону, через которую я прошёл на пути вот к этому всему, поэтому я не буду спойлерить, когда выйдет, все посмотрите, но, говорю, были проблемы, я там был в ужасной форме, я еду вот в Стокгольм, думаю, как, что сейчас, это же надо втягиваться, я, блин, не споригровал 4 месяца, тут так, ну, потому что там реально жёсткие тренировки, в Стокгольме это каждый раз, когда туда еду, вот сейчас я был там четвёртый раз, и это каждый раз такое депрессивное время, это так тяжело, 3-4 тренировки каждый день, у меня в среднем в Стокгольме выходит 15-16 тренировок в неделю, да, это космос, и поначалу я вообще не понимал, я помню, когда ты туда приехал первый раз, и через одну неделю там я подумал, блин, типа, либо я вообще чем-то не тем жизнью до этого занимался, либо, ну, а пацаны работают такие, они работают, они весь этот объём вывозят, я там буквально там два дня уже всё, я уже хотел уже, ну. Ты вот сейчас прикоснёшься к этой теме, а почему Стокгольм? Почему из Латвии едут туда? Смотри, понятное дело, что как бы МЕКА ММР это Америка, это Америка, но в Америку ехать, во-первых, далеко и дорого. Стокгольм это, на мой взгляд, самый лучший зал, один из лучших залов Европы, и для меня, как для латыша, который живёт в 50 минутах на самолёте от Стокгольма, это вообще блэссет, типа, я сел на самолёт, купил билет, завтра улетел, как, не знаю, как с центра до сюда на автобусе доехал, знаешь, 50 минут, и я в Стокгольме. Это очень мобильно, удобно, я рядом с домом, что-то случилось, сел на выходные, прилетел, улетел. Америка как бы, туда если ты едешь, туда надо ехать, вот так как в Таиланде был, это зимой, ну, ты туда готовишься уже заранее, там, собираешься. Разница во времени. Разница во времени, ты просчитываешь на дорогу, потому что ты понимаешь, что туда приехал, ну, ты там сорваться так не можешь туда, да, как бы, поэтому Стокгольм это просто так повезло, что вот рядом с Латвией, рядом с моим домом находится такой зал, где я могу тренироваться на мировом уровне, с бойцами мирового класса и расти, и это, скажем так, на данном этапе моей карьеры Стокгольм это мой второй дом, зал, который я представляю уже в боях, то есть я уже выступаю под representing их зал, да, короче, да, и поэтому, поэтому вот так, да, Стокгольм. Ну вот про мировых звезд еще расскажешь, с кем ты тренируешься и про опыт. Да, вот, я летел в Стокгольм, я прилетаю. Перед Лондоном, да. Да, я захожу в зал, и первого, кого встречаю, это Хамзата Чимаева, я прямо спускаю, там такой зал был еще старый. Ты его не знал до этого? Нет, знал, я Хамзата знаю уже 2000, еще до того, как он в UFC дрался. Он в Риге был, он приезжал в Ригу, я с ним еще в Риге познакомился. А на куда он в Ригу приезжал? Он был у Андрея Маслова в зале, у нас есть Хасан, Хасан Межуев, боец в Рослатвии, они как бы были знакомы, вот они как-то вот вместе тут в Риге были, Хамзат приезжал, у него тогда было типа серии 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, у него сейчас 5 миллионов, да, грубо говоря. А я его просто знал, потому что я был как бы углублен в этой всей ММА теме, да, и поэтому я знал, где он бьется, что есть такой Хамзат Чимаев, я с ним тогда подошел еще, сделал фотку, познакомился, и что-то не знаю, а буквально через год он стал уже суперзвездой мировой, поэтому я что-то знал. Ну ладно, не об этом, я приезжаю с тобой, да, спускаю зал, встречаю Хамзата, и прямо делал ему, говорит, о, Чижов, привет, ну что, завтра спарринги, готовься. И я такой думаю, бля, матом, ничего страшного, да? Ничего страшного. Я думаю, блин, а я говорю, я 4 месяца вообще не спарринговал, а работа с Хамзатом, это, наверное, это самый тяжелый вообще спарринг-партнер, который у тебя может быть вообще, ну я не знаю, это, я очень много с кем спарринговал, это и бойцы UFC, и как бы вообще, и в Таиланде много с кем работало, изыменитых спортсменов, да, но тот pressure, который даёт Хамзат в спарринге, это реально очень жёстко, это жёстко, снимайте 5 минут, вот там 5-минутные раунды, наверное, самые долгие 5 минут в твоей жизни. Я не представляю. Вот когда ты с девушкой, 5 минут это быстро, а вот я с Хамзатом 5 минут это, это как вся ночь, да, поэтому ну это, да, ну и чё, да, приходилось вливаться, приходилось, говорю, 5 недель до боя, всё это в сжатые сроки, кое-как там шо, подготовился, но опять же я понимал, что это, как это по-русскому даже, opportunity, да, возможность, да, это вот, я уже настолько много живу за границей, что я уже русские слова забываю, это настолько большая возможность для меня, как для спортсмена, да и в целом для бойца из Латвии, что предложили вот такая организация в бой, но я ж не мог сказать им, что извините, у меня там проблемы со здоровьем, депрессия, я не могу. Ну вот это и есть вопрос, возможности. Да, больше, больше, да, вот как бы, как в одной песне пелось, не бойся облажаться, бойся упустить момент, да, как бы, поэтому я понимал, что это, это возможность в моей жизни, да, я к этому грубо говоря шёл, и несмотря на все мои там камни, которые передо мной стояли, которые нужно было пройти по пути к этому бою, я понимал, что, ну, рано или поздно всё равно придётся рискнуть в любом, в любой отрасли, пусть это бизнес, будь это спорт, будь это вообще какие-то там личные моменты, всегда будет такой момент, когда невозможно дойти до чего-то очень большого, до успеха, чтобы всё было гладко, чтобы всё было спланировано, чтобы всё было под себя удобно. Рано или поздно будет такой бой, будет такой момент, будет такая ситуация, когда нужно будет вот взять кулак, всё, что у тебя есть, и рискнуть. В чём риск был? Риск был то, что я выходил, то, что я уже понимал, что на этот бой я выйду, ну, скажем, на процентов сорок из своей формы, которая вот, грубо говоря, из ста процентов, вот форма, в которой я могу быть, это было процентов сорок, вот я вот, всё, что я успел, а начал я там, грубо говоря, там с нуля. Это ты сейчас смотришь вот обратно? Да, обратно, да. То есть того чужого, которого мы видели на том бою? Да, это было вот буквально, это было процентов сорок от меня, это физические кондиции, это, опять же, нужно понимать, что я скинул 20 килограмм за пять недель, это сильно бьёт, это стресс, это бьёт по выносливости, по силовым показателям, ну, это истощение было, да. И я ещё потом расскажу дальше, как мы эти вес там скидывали, последний килограмм это было жёстко. И, да, и я понимал, что вот просто есть такая ситуация, вот есть пять недель, вот имеем, что имеем, это вот возможность, которую нельзя упустить, как будет, так будет, надо делать. Я в себя верил, я знал, что всё получится, ну, как бы я всегда не сомневаюсь в своей победе, поэтому, ну, да, выжил максимум, что мог выжить с этого срока, поехал на бой, и всё получилось. И, как бы, опять же, я очередной раз убедился, что кто не рискует, то тебе пьёт шампанское, наверное, да, да, поэтому и сейчас, когда для меня, вот, и умею, я знал, и сейчас, когда я знал, ну, вот, я сейчас на бой 8 июля, я уже знаю за пять месяцев дату эту, да, для меня, конечно, это был блесед, я уже полностью всё подготовился, уже имея с весом, всё хорошо, и, ну, конечно. Но вот был такой опыт, и, блин, круто, что это было так, вот так сейчас, сейчас так вспоминая, как это всё было, блин, да круто было, поехали на ПФЛ, и, как бы, это и так большое событие для меня, для моей карьеры, в карьере моей, в жизни моей команды, грубо говоря, так ещё и такие трудности прошёл на пути к этому, и сейчас это такое, знаешь, как бы, чем сложнее, тем слаще, знаешь, грубо говоря. Поэтому прикольно, что было так, он дал большой опыт, и он себя оправдал. Ты смотришь сейчас обратно, ты, то есть, тебя спрашивают, вот, вернулся бы обратно, повторил то же самое? Ну, конечно, я, 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 я вырос с этой ситуацией, грубо говоря, я вырос, я не, я не забоялся, я не испугался, я, блин, надо-надо, это моя жизнь, как, ну, я к этому опять же, я к этому всю жизнь иду, и сейчас вот, ну, неужели, хорошо, я не тренировался 4 месяца до этого, но до этого я тренировался 10 лет, и неужели всё, что я натренировал за 10 лет, я могу это сейчас потерять за 4 месяца, грубо говоря, и выйти, и не показать, поэтому, ну, это должна быть тоже у тебя уверенность в себе, ну, то есть, это опять же, ну. Да, так я ещё вышел на фейс-то-фейс на заезжке, ещё там газовал что-то, ну, блин, конечно, да, поэтому я это люблю, я это, я это искренне люблю, я когда иду в клетку, у меня глаза горят, я улыбаюсь, я реально получаю это удовольствие, не то, чтобы я там сижу и думаю, блин, быстрее бы это всё прошло, знаешь, как это было, может быть, раньше, когда мы там по юниорам, по аматёрам дрались, ты там знаешь, там уже за неделю там нервничаешь, там и там, да и сейчас, конечно, нервничаешь, сейчас, знаешь, только сейчас, если тогда ты нервничал от самого боя, то, что там, блин, а вот, а вдруг там, знаешь, так, а вдруг там больно будет, там сильно ударят, то сейчас ты просто нервничаешь, потому что большое давление, большая ответственность, большая команда, спонсоры, много людей смотрят, как бы, ну, Ну, ты понимаешь, что я, когда уже иду драться, я понимаю, что на меня уже смотрится Латвия. И не только, грубо говоря. Да, я смотрел это. Да, и я понимаю, что все эти люди, они в меня верят. И вот я не могу сейчас, ну, и как бы страшно, знаешь, не оправдать вот это, то, что от меня ждут. Да, ожидания. Да, и команда, то, что у меня много тренеров, там, у меня 4 тренера, у меня спонсоры, которые у меня, каждый из этих людей в меня вкладывает и финансы, и своё время, что самое главное, да. И, конечно, хочется выйти, показать прям класс. Расскажи, как работает, ну, по многим вопросам пройдёмся. Расскажи, как работает вот финансовая модель. Во-первых, сколько должен, я боюсь представить даже, сколько должен потратить боец, чтобы, ну, то есть это личные финансы, чтобы попасть туда, где ты сейчас. То есть, да, то есть вот поехать в зал в Швецию тренироваться, надо где-то жить, это надо тренироваться. Это дорого, это очень дорого. Примерно сколько, ну, вот там, неделю прожить вот в Стокгольме, зал и проживание в Стокгольме, примерно. Давай так, у меня вот сейчас, я сейчас был в Стокгольме 7 недель, у меня ушло 3,5 тысячи только на жильё. Там очень дорогие тоже цены на апартаменты, на всё. Ну, логично. Ну, опять же, я и жил, знаешь, я уже, слава богу, есть возможность жить комфортно и уже, знаешь, что-то выбирать. Потому что, когда я первый раз ездил в Стокгольме, я жил в зале. Я ездил, помню, зимой в Стокгольме и жил два месяца в зале с чеченцами и с дагестанцами. Мы там жили, у нас там маленькая комнатушка была, две двухъярусные кровати, колорифер один на всех. И вот мы жили так, вот в таких условиях спартанских. И, наверное, ММА это как бы не совсем про деньги, наверное. Всё-таки главное желание, главное то, на что ты готов пойти ради этого. Потому что это будет, по началу это всегда на голом энтузиазме. Во-первых, это не олимпийский вид спорта. То есть есть некая федерация, которая это спонсирует, поддерживает. Всё это держится у нас в Латвии на друзьях, на знакомых, на вот людей, там частных лицах, кто в этом заинтересован, грубо говоря. На тренерах, которые залы держат. Да, да, на тренерах. Поэтому у меня там, знаешь, там только сейчас начали появляться какие-то деньги именно с этого спорта. Когда там уже у меня там, уже все как бы с этого немножко начали зарабатывать, да. Потому что поначалу то, что всё было только за идею там. Тренерами тренировали бесплатно, потому что верили. Они в тебя верили. Потому что верили. Родители где-то поддерживали, давали какие-то денежки там, ну, элементарно, чтобы он мог там, знаешь, до зала доехать. Тоже верили. Я в себя верил, отказываясь от вариантов там пойти поработать, заработать денег, грубо говоря, помочь семье. Либо там пойти, не знаю, на корнях там в кино с девушкой, да. То есть у тебя были такие ситуации, где тебе предлагают поработать, ты говоришь, нет, я иду в зал. Да, ну, конечно, ну, конечно, у меня как бы, я здоровый пацан, не дурак, у меня были возможности там пойти хотя бы куда-то поработать, чтобы руки-ноги есть, ну, чтобы что-то было, да. Но я понимал, что невозможно совмещать именно профессиональный спорт и работу на такую, знаешь, там, восьмичасовую, грубо говоря, да. Да. И как бы у меня была четкая цель, у меня появилась мечта, я в это искренне поверил сам, потому что в это не сразу все поверили. Опять же, это все, родители не сразу поверили. Когда я пришел домой и сказал, что я же бросил школу ради спорта, не закончил, даже 12 классов. Сколько ты закончил? В 10. Ну, я дошел в 10, закончил в 10, пришел в 10 класс и на полпути там ушел, короче, забрал документы. Из-за боев? Да, из-за боев. Но я понял, что мне это неинтересно. Я просто сидел весь семестр первый за парт, я не понимал, зачем я это делаю, типа. Я там сижу на математике, я думаю, там, в телефоне там портфель распятал, смотрю, там, бои, там, как-то Джон Джонса, грубо говоря, да. За Хамзатом следишь уже. Ну, тогда он еще, да, тогда он еще был, даже не занимался боями. Ну, сам факт, что, как бы, когда, грубо говоря, я брошу школу, пришел к маме и сказал, а мне спросили, кем ты будешь? И я сказал, я буду бойцом и стану чемпиона мира. Мама так взяла за голову, подумала, ё-моё, типа, да, ну, как ты прокормишься, как это, откуда все там... Это очень интересно, потому что, представь, это ты, то есть у тебя получилось. Ну, то есть ты уже на пути, ты уже, у тебя получились первые, там, пару шагов, да, на пути к чемпиону мира. А представь, сколько 99% людей, которые тоже говорили, что они будут чемпионом мира, ну, то есть я занимался футболом, не знаю, может быть, я в детстве представлял, что там все мечтают, да, я буду играть за Реал Мадрид, там, то есть, но у всех есть какая-то мечта. Да, представляешь, сколько у людей не получилось, и насколько это, как бы, тоже счастье, и... Я всегда уж, я всегда, я очень сильно верю вообще в силу мысли, и в то, что ты вообще посылаешь в космос, и вообще я очень много сам с собой разговариваю, когда на неделе я не разговаривал тогда, и, знаешь, я даже, я даже помню, когда вот родители что-то об этом говорили, там, да, и мне там мама из Сирии там за столом очередной раз, да, иди ты лучше поработай, там, там, что-то в этом зале просит. Ты посиживаешь, да, там, непонятно для чего, там, или, как бы, деньги ты, как бы, зарабатываешь. Я помню, тогда ещё vez queляел, что я буду миллионером, я говорю маме Стала вообще не понимая, с чего я буду как-бы миллионером, но я всегда들 думаешь, что я буду миллионером. Моя мама такая говорит, типа, когда со Seniorites вот, ты кровать не застилаешь, не убираешь, типа я говорю, у меня всегда будет уборчица дома, я всегда говорил. У меня всегда, у меня всегда, у меня всегда будут люди, которые я буду платить, это будут делать типа. А мама такой, да, какая уборчица, не знаю там, да. И я всегда, я всегда вот как будто бы чувствовал, что что-то с этого получится, да. И, конечно, были сомнения, как у любого человека, ну, невозможно, ну, без этого. Всегда какие-то демоны в голове бывают шоркаются от себя, ну, всегда как-то я позитивно на это смотрел, я понимал, что, блин, глядя по телевизору, там на МакГрегора, на Тайсона, на всех, кого мы там смотрим, да, сейчас, и я там стоял на них, думал, просыпался перед школой, там, чтобы UFC там утром посмотреть американские, да, когда я смотрел, там, помню, бои МакГрегора, первые UFC, и думал, блин, ну, у него же так же самое, как у меня, две руки, две ноги, ну, а почему, типа, почему-то он может, а я нет, и вот, и вот в тот момент, когда я понял, что нет ничего, вот в этом плане космоса никакого, потому что, знаешь, там, многие смотрят, там, вот эти те же бои UFC, вот там ребята дерутся, они думают, блин, ну, это еще какие-то супер, там, супергерои, там, ну, невозможно, да, а я как-то быстро выкупил, что, блин, ну, круто, да, крутые ребята, ну, я же могу так же самое, да, и вот тот момент, когда я понял, что вот все абсолютно реально, когда вот я, ну... Я первый вариант, я смотрю на людей, которые бьются в клетки, даже тот твой бой в Лондоне, ну, то есть, ну, реально машина, да, то есть я, то есть я вообще миролюбивый человек. Да, нет, а также, нет, машина-машина, ну, как бы нужно понимать, что вот, да, они машины, я когда смотрел, это машины, но я понимал, что они для этого делают, и я тоже... Да, и ты понимал, что у тебя есть это внутри, вот мой следующий вопрос, в какой момент ты понял, что тебе надо боевыми заниматься, боевым искусством заниматься? Знаешь, и... Ты дрался в школе, проблемы были какие-то? Не то, чтобы был такой, там, сильный, там... Драксун. Драксун, да, в подростковое время, я был хулиганчиком, да, я там много делал, там... Ты из олайна, правильно? Да, из олайна, как бы, я там много делал неправильных вещей, но так, чтобы сказать, чтобы я прям был таким драксуном, и там, при каждой возможности кому-то шёл бить морду, такого не было. Скажем так, любовь, наверное, к драке у меня уже проснулась вот уже в самом именно спорте в этом, да, и... Окей. И изначально, когда я пошёл на бои, на единоборство, чтобы, знаешь, там, во дворе попендриваться перед девчонками, что я, мол, файтер, нифига в этом, ну, чтобы респект с улицы, чтобы был, чтобы мог за себя постоять, там, и, как бы, там, ну, признание какое-то получить, там, во дворах, знаешь, грубо говоря, да. Так, что я прям понял, что это моё, и что я там больше ничего не хочу, вот я хочу в этом развиваться направлении, это уже был такой сознательный возраст, уже когда был такой 19 лет, наверное, меньше 25, вот, наверное, ранее вот 6 лет, да, с 19-18 лет, это когда вот я уже всё, я понял, что, блин, если до этого у меня ещё какие-то были мысли там, а может в боях, а может там и поработать, а может и там, и там, а может вообще какой-то хернёй заниматься, знаешь, там, грубо говоря, там, нелегальные, там, потому что всегда были такие предложения, но как-то всегда меня всегда... Выруливал. Всегда как-то меня это вот, Господь всегда как-то выкручивал с этих моментов меня, да, но... Да, и вот уже тогда, лет 19 я уже понял, что всё, хочу уже быть профессионалом, хочу уже к этому полностью в это удариться, посвятить свою жизнь, и вот. То есть ты начал довольно поздно, в 14-15 лет? В 15 я пришёл к Манвелу, в 15. Это первый твой зал, первый твой... До этого занимался три года боксом, но это было так, как бы... Волайн, да. Это было волн, это было... Я там пару боев провёл, даже чемпионат вестал, но это тоже было на таком зачаточном уровне, там особо ничего там... Не скажу, что я пришёл там в ВМА и был там мега-боксёром, нет. Опять же, грубо говоря, я начал с нуля у Манвелу пришёл, и в 15 лет, да, в 15 пришёл, и в 19, грубо говоря, я понял, что вот пора собраться. Да. Опять же, у меня и был такой период, там, в 17-18 лет, что, как у многих, это вот, когда в 18 стукается, это ночная жизнь, клубы, лорока, фёрст, какие-то запрещённые вещества, алкогольные, и я в этом немножко всё погряз в один момент, и, как сейчас помню, там, Манвел меня тоже вытаскивал, я там пропадал залом, Манвел бы там писал, где-то, где, всё, возвращаясь, что-то, что-то вытягивало меня тоже, большой ему вообще благодарность, если бы не Манвел, вообще, неизвестно бы, сел бы сейчас тут, а где-нибудь, там, в тюрьме сел бы, знаешь, и погнал он меня с улицы, тащил, знаешь, меня туда как будто бы кто-то забирал, а я меня, а Маня, большой, своей рукой вытягивал, и я забыл, о чём мы говорили, возвращаясь с ним, что-то вытягивало. Про то, что в 19-18 лет ты сконцентрировался на боях, но до этого клубы, тусовки... Да, клубы, тусовки, да, и потом просто в один момент, по-моему, я просыпаюсь, там, после очередной там... Тусовки. Тусовки, да, я понял, что, блин, ну, типа, ну, я же боя, я же спортсмен, типа, я же занимаюсь, а я там из серии в зале уже месяц не был, я такой что-то сел, такой с утра, помню, подумал, что-то как-то не туда меня тянет, а я затянулся там, поначалу это было так хихаха, хихаха, типа, смешно, весело, потусили выходные, вторые, третьи, четвёртые, потом бах, уже, смотрю, год уже так протусил, знаешь, там, выходные, чисто от выходных к выходным живёшь, там, только в дискотеке, думаю, блин, ну, так можно неплохо закончить, да, и как-то вот меня один момент просто переклинило... Самого. Вот самому, ничего, мне никто не подсказал, там, да, меня маленько там тянул в зал, но я же мог не прийти, грубо говоря, да. Да-да-да. Просто вот проснулся, какое-то озарение мне пришло, и я такой, блин, я же не такой, типа, я же, ну, как бы, о другом мечтал, грубо говоря, да, и всё, и моментом всё это отпало, всё это чёрно от меня отпало, я пришёл в зал и полностью вот погрузился в тренировки, процесс, нарисовался в голове какие-то цели и стал к этому идти. Ну, один вопрос, это тренироваться, но другой вопрос, это какие-то, ну, да не спарринг, но реальные бои, потому что это уже идёт какая-то проверка твоих навыков, где ты набирал первый опыт, как это происходит, если мы берём внимание, что ММА в Латвии не настолько популярны, да и вообще, ну, как ты правильно сказал, что это не олимпийский вид спорта, да-да, и всем всё равно. Да, 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 и как, как и сейчас вот наши вот многие молодые ребята, это вот, я бился, помню, Мануэл сделал первый геттофайт, помню, это был 2014 год, уже 10 лет почти, я на том первом геттофайте бился. Это были вот геттофайты первые, которые начинали появляться, это были, это был Панкратион, вот Сергей Домин тоже от Федерации Панкратиона делал турниры, там, чемпионат Латвии, Балтии, там, где мы тоже дрались, и вот где была возможность, там, и дрался, я и по боксу дрался, и по кикбоксу дрался, и по Панкратиону. Ну, там, тренер, там, скажет, Мануэл, там, придешь в зал, там, через две недели едем, там, в Литву, там, бороться по такому-то, едем, там, через две недели, через неделю, там, тут Латвии, там, грэпплинг, джиу-джитсу, едем, ну, как бы, вот везде, где можно было, какой-то опыт черпать, где-то. Ты всегда пытался, не то, что ты себя берег для одного, в 19 лет для одного боя, ты пытался набираться опыта. Да, 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 везде, везде, начиная с 15 лет, вот, все, у меня каждый, каждый год это было, там, поставим турниры, 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 там, раз в месяц где-то выступаешь, и, да, так вот, и 18 лет я дебютировал, мне только исполнилось 18 лет, помню, до которой забавная ситуация была, мне только исполнилось 18 лет, Мануэл говорит, там, вот, такого-то числа мы едем в Салдус, у тебя будет, там, бой по, по любительскому ММА, аматерский, это когда, там, это было без шлемов, ну, в защитных, в щитках, там, ну, такое, амачер, короче, да, и я такой, да, все, готовимся, и мы туда поехали, приезжаем на бой, я сегодня в раздевалке уже разминаюсь, и заходит организатор с тренером, с Мануэлом, и говорят, что Чаров, у тебя профессиональный бой, я такой, как, они такие, ну, вот так, типа, будет, будет по профилу, короче, у тебя первый дебют сегодня, дебют, я такой, вообще, ну, узнал дебют сейчас за полчаса до выхода на бой, да, я такой, думаю, ладно, сколько, что, говорю, под деньгами что-то заплатят, Мануэл такой, 50 евро, у меня такая, за математикой, так, сегодня суббота, 50 евро, после Ларокко, я в игре говорю, деремся, да, ну, и все, вышел, в первом раунде, буквально на первом минуте задушил там парня, забрал свой первый пейчек, да, и поехал флексить в Ригу, на полтинник, да, так, как бы, мой путь профессиональный начался. Значит, этот, он, этот бой входит в свой рекорд? Да, 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 10-1, да, он у меня есть, стоит все. Один это ничья? Один, это поражение, у меня одно поражение. Что последний ноль, значит? Ничьи, ничьи, то есть первая, 10 побед, одно поражение и ноль ничьи, да. Да, и вот, то есть, ты помнишь этот бой в Салдосе, и у тебя бой в прошлом году. Да, в прошлом. В Лондоне. Да. Насколько ты чувствуешь разницу в организации, во вложенных деньгах, в публике, это же все-таки там ставки начинаются, да, там все вот, ну, вот вся история, давление, да, ты уже говорил об этом. Да, тут, 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 две, два момента. С одной стороны, конечно, чувствуется бешеный вообще уровень во всем, в закулисье, там, вот все, как это происходит. Вот внутри этой кухни, которую никто не видит, да, вот, и зрители, мы-то видим только по телевизору клетку и два бойца, которые дерутся, а вот все, что происходит вот за шторами, да, это все, конечно, там, ну, там, кто к тебе встречают с аэропорта, кто к тебе заселяют. Вот, в общем, ну, там все от, от а до я, ну, очень большой профессионализм, понятно, там, миллионы в этих организациях, там, ну, боец не думает ни о чем. То есть, я неделя боя, я приезжаю, у меня вот неделя есть все. Надо сауна, надо поесть, надо там туда попить, все, ты вообще, ты думаешь только вот о том, чтобы сделать вес и подраться. Как бы тебя, все тебе предоставляют. И вот, когда я бился в Саудусе, тогда, помню, на самом первом бою, я там целый UFC думал, блин, там, вау, там, а как там, а что там, а когда вот это все уже, я же тоже в ПФЛ попал, не проснулся, там, и меня там не принесли, я к этому шел постепенно, всегда становился лучше, лучше, лучше условия были каждый раз. То есть, как бы, морально для меня это не было каким-то шоком. Да, это было постепенно. Да, это было постепенно, и когда я там уже оказался, и вот я уже выхожу, я стою там за кулисей за пять минут до выхода на свой бой, я понимаю, что, в принципе, да ничего не поменялось с того, что я дрался тут в Риге, знаешь, как бы, те же самые перчатки, только другой логотип, те же самые люди за моей спиной стоят, и я, в принципе, так же самое на счет смотрю, знаешь, как бы, поэтому я знаю, когда буду драться в самых, там, больших, аренах, там, в мире, там, в Лас-Вегасе, там, в Нью-Йорке, там, UFC, неважно где, я сейчас, я буду, я знаю, что, когда я буду уже там стоять, для меня это будет уже нормально, типа, я не буду никогда, там, в шоке как-то пребывать, да, и когда я, там, раньше смотрел бойцов, там, UFC бойцов смотрел, и, там, мечтал, блин, вот, хотя бы, там, кого-то из них, хотя бы, просто в жизни увидеть, хотя бы, сдалека, а сейчас, когда некоторые, там, мне, там, пишут, там, бро, там, и мы, там, общаемся, мы вместе тренируемся, там, Хамзат, Даррен Силл, многие, там, в Таиланде, ребята, да, Хамзат, это, на данный момент, наверное, в UFC, это самая большая звезда, но в своем весе. Да, 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 одна из, и, да, и когда ты сидишь, потом, как бы, а сейчас ты сидишь, с ними, там, не знаю, там, чей гоняешь, по стенировок, да, как бы, это все, ну, круто, круто, что так, я счастлив. Что ты можешь научить, чему ты научился от Хамзата, вот, он, это человек, который еще на каком-то другом уровне побился, что-то видел еще другое, чему ты проводишь время в такой компании, чему это тебя учит? Больше всего меня вдохновляет, это его объем работы, которую он выполняет, его работоспособность, вне зависимости от каких условиях он живет, сейчас это комфортные условия, сейчас это много денег, это машины крутые, это поездки, начиналось это все, когда он ехал, на свой первый бой в UFC, у него было 15 евро в кошельке, и он ехал, там, жил в зале, грубо говоря, да, старым. Это на первый бой в UFC он ехал с 15 евро, да? Ну, грубо говоря, там, да, он говорил там вообще, ну, там ничего не было, он жил в зале, подрабатывал охранником, там, по выходным где-то, там, сторожем, грубо говоря, да, не было ничего, и, а сейчас, когда у него там миллионы, грубо говоря, есть, да, он так же само пашет в зале каждое утро, 3-4 раза в день, и ты смотришь, что он вообще не сбавляет, то, что вот его все эти вот финансовые, скажем, комфортные условия, которые к нему пришли, они никак его, ну, не сбили, там, он не расслабился, и, конечно, находясь с такими спортсменами рядом, имея возможность с ними тренироваться, да и просто поговорить, чему-то узнать, первое, на что смотрю, на то, как он к этому успеху пришел, а это тяжелый труд, это дисциплина, и тяжелая, блин, невыносимо тяжелая работа из-за дня в день, и, конечно, когда ты в зале, и когда Хамзат в зале, и мы все вместе тренируемся, как бы он, он как и лидер, знаешь, и вот когда вот мы бежим кросс, Хамзат бежит первый, и все за ним молодые пацаны, да, и, как бы, ну, круто, круто, что он, он положительно влияет вообще на атмосферу в зале, вот когда он приходит на тренировку, тебе прям хочется пахать, тебе прям хочется доказать, показать, он делает, там, столько раз, ты, хоть, знаешь, там, надо делать столько раз, там, он делает чуть больше, ты пытаешься сделать чуть больше, чтобы угнаться за ним, да, там, и поэтому круто. И ты видишь, что это даже, ну, то есть не показуха, он такой есть. Он такой есть, это ни в коем случае не на камеры, он, Хамзат максимально трушный, типа, человек, да, вот он такой, вот какого мы его видим вот через камеры, такой он и в жизни. Правильно, что где-то он, там, дерзкий, это все с соперниками, там, в жизни он, там, с нормальными людьми, там, да, он очень воспитанный, интеллигентный парень, с кем вот всегда, ну, приятно пообщаться, да, но, блин, он максимально трушный, и это, ну, как бы, и это, это то, что нравится людям. Очень часто так, на каких-то спортсменов, на больших мы смотрим, кажется, но это вообще какая-то, там, далекая звезда, он вообще не человек, а вообще он спит, а он в туалет ходит, вообще он там, он кушает такой же хлеб, а в жизни, оказывается, это просто такие же вещи. Мы с ним сидели, там, грубо говоря, вечерами, там, когда вдвоем, так вот, как с тобой чай пили, общались, он именно такие истории в своей жизни рассказывал, забавные, которые, ну, они прям у всех у нас такие ситуации, там, и это, это, как бы, где-то и отношения с кем-то, знаешь, такое, это настолько, ну, это все люди, типа, все, и тоже, мы смотрим, Конор Макгрегор, там, и Хабиб, и все они, блин, вот так, окажись с ними за столом, ты поймешь, что это абсолютно такой же человек, да, так, поэтому, ничего особенного. Но ты очень, ты даже пришел такой вообще светлый, свежий сегодня во всех отношениях, и... Учитывая, ну, учитывая, что я сейчас гоняю вес, я на диете, я голодный, я немножко злой, но... Да, 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 ты очень, да, и ты говоришь, ты очень счастлив там, где ты сейчас находишься. Да, я, я в принципе счастлив, я в принципе счастлив, почему, наверное, я, конечно, не знаю, какой со стороны тебе виднее, ты говоришь, светлый, но я отправил, я счастливый человек, я это заявляю откровенно, я в своей жизни делаю то, что люблю больше всего на свете, я это делаю каждый день, то есть я каждый день утром просыпаюсь, открываю глаза, да, вместе ты мысли, блин, сегодня там среда, сколько там до выходных, там, да, грубо говоря, там, на стройку. Я же, молодой пацан был тоже там подрабатывал, он и на стройках, там, официант там в Токио работал, да, и я помню это чувство, когда просыпался вот утром на эту работу, и просто плакать хотелось, реально, ты понимал, что, ну, это ужас, типа, а сейчас я делаю то, что я люблю, у меня появилась возможность уже зарабатывать с этого, то есть если, если поначалу это было очень сложно, такой тернистый, темный путь, который я достойно прошел, и сейчас, как бы, я, как бы, я заслужил, я искренне верю в то, что заслужил находиться там, где сейчас нахожусь, и поэтому, блин, я кайфую, я дерусь в одной из сильнейших организаций мира, это то, к чему я шел, там, когда вот был молодым еще подростком, я об этом мечтал, я об этом, там, просыпался, думал об этом, а сейчас я там. Ты смотришь на это, как на спорт, ну, то есть ты смотришь на это, как на, ну, не забаву, но как на хобби, как на, ты не смотришь на это, как на какую-то, там, ну, вот на бой, да, вот у тебя 8-го июля бой. Да, конечно, когда уже ближе к бою, когда там уже неделя боя, я уже больше сконсенсирован, я понимаю, где я окажусь, там, что в клетке это, там, это не игра некая, там, да, настольный теннис, там, и там, ну, просто я не то, что в этом хожу за месяц до боя, там, и знаешь, там, бой, там, стрессую, я вообще об этом не думаю, я, блин, просыпаюсь, еду на тренировку, приезжаю, кушаю, играю в Xbox, там, общаюсь с друзьями, типа, я на чили, типа, я не загоняю себя раньше времени в это состояние, очень многие спортсмены, особенно бойцы, вот выходят на бой, они перегоревшие, потому что они там уже за две недели уже, они уже все, они уже начинают стрессовать, они уже думают, они уже, ну, все, они уже, как бы, закрыт, все уже в этом уже копают, 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 я начинаю думать о бою за пару дней до боя, наверное, да, а в раздевалке уже, руки уже тейпируют, я начинаю вот все так, все, собрались, типа, да, пошли, отработали, там, это время, вышли и поехали дальше, ну, поэтому я не живу такой, знаешь, кайфую, реально кайфую, у меня прекрасная команда, прекрасная семья, друзья, люди, которые меня окружают, опять же благодаря спорту, скажем, всех своих самых близких людей, кто меня сейчас окружает, это люди, которые могут быть семьей, это там, тренера, друзья мои, это все люди, которых я повстречал вот в зале, вот именно я, конечно, у меня там есть мои пацаны с района, с кем я вырос, там и пиво, да, пил на скамейке, грубо говоря, я их тоже люблю, это тоже, как бы, моя история, это мои люди, просто, ну, понятно, что в один момент мы все, как бы, разошлись, потому что у каждого свои, там, ну, направления, да, и когда я встал на путь спорта, и, как бы, всех, всех своих самых близких людей я уже обрел, уже, делая вот то, что я люблю, поэтому это единомышленники, это люди, которые тоже живут, вот, живут этим, живут какими-то целями, амбициозные, и, как бы, это тебя тоже, и это меня вдохновляет, да, вдохновляет, да, вдохновляет, да, про твои бои следующие, да, то есть, там, получается, система плей-офф, да, то есть, ты выигрываешь, проходишь дальше, не выигрываешь, не проходишь дальше, что на кону? У меня в этом году, давай сейчас обрисую, у меня гран-при, 8 бойцов, я и еще 7 бойцы, это, это ПФЛ Европа, они с этого года делают плей-офф тоже в Европе, они хоть, у них цель сделать в этом году чемпиона в каждом весе европейца, чтобы привлечь, это же американская лига, у них всегда были турниры только в Америке, они хотят сейчас европейскую аудиторию к себе подтянуть, сделать, как бы, европейских звезд у себя в организации, и в следующем году их свести уже, как бы, в основной лиге в Америке, там, со своими чемпионами, у меня в этом году гран-при, 8 участников, четверть финала у меня проходит 8 июля в Берлине, в Германии, это через 4 недели, я там выигрываю, прохожу в полуфинал, который будет 30 сентября, в Париже, во Франции, я там выиграю, прохожу в финал, который будет в декабре в Дублине, в Ирландии, кто выигрывает в финал, а это буду я, забирая титул чемпиона ПФЛ Европы, именно европейский, европейский пояс и чек на 100 тысяч долларов, да, поэтому, и билет на участие в следующем году уже в гран-при на миллион, да, уже в основной уже лиге, уже в американский, да, поэтому план простой, вынести троих ребят в этом году, забрать чек, титул, и все, в основном, я думаю, наводить шорох уже в Америке, дай бог. Насколько, что это за соперники твои? Все серьезные ребята, никого нет уже в проходных, вот у меня селочи соперникам, это испанец, у которого рекорд 17-4, то есть опытный ветеран, бился в Беллаторе, крепкий, крепкий боец, ничего такого, не могу сказать, что он там какой-то, знаешь, проходной, проходных уже нету, проходные закончились в Риге, уже знаешь соперники, сейчас уже, сейчас уже каждый бой, это серьезные ребята, тоже, которые, которые мечтают, верят, хотят, жаждут, и сейчас уже будут настоящие зарубы, поэтому... А есть ли гонорары, то есть, понятно, большой чек, а если гонорары за отдельные бои? Это цифры с четырьмя нулями, это цифры с четырьмя нулями, да, да, конечно, ну... Очень, очень достойно, но ты готовишься ради этого полгода. Да-да-да, я готовлюсь, первые полгода я готовлюсь, и вот сейчас получается у меня второе полгодие оно активное, грубо говоря, июль, сентябрь, декабрь, то есть за 6 месяцев провожу 3 боя, ну, в положительном варианте, если я всех выигрываю, то я провожу 3 боя, соответственно, я получаю за каждый бой, плюс ещё в конце приз. Тогда хорошо получается, если ты не проходишь, тогда это большой риск получается в подготовке, во всём, то есть кто-то, если ты не получаешь гонорары от боя, то есть у тебя... А я люблю этот риск, я кайфую, я кайфую, когда вот всё это вот так вот, типа... Мне очень скучно жить, когда вот нет рисков, типа, я люблю, когда вот у меня... Круто! Я реально, я прям очень рад, я жду 8 июля, это уже 4 недели, и, блин... Где мы можем смотреть? Это будет на платной... Это будет этот... Раньше они показывали на ESPN американском, это большая платформа, где транслируются самые такие крупные мировые события, сейчас вторая американская платформа – DAZN. А, а прошлый был тоже на DAZN, да, показывали? Прошлый был на ESPN, а они, честно, не... Всё, нет, DAZN – это очень доступно, очень хорошая платформа. Вот, на DAZN не будет, да. То есть подписался, смотри, всё, супер, супер. То есть можно будет легко в лучшем качестве следить. Да, поедет много ребят тоже из Риги в Германию, поедет... Рядом тут же. Да, и все рядом, и вот моя команда там, и пацаны, и все, блин, ну будет круто, будет круто. Я к этому долго шёл, много готовился, и... Я знаю, что я сделал всё, что от меня зависело в подготовке вот к этому бою. То есть даже сейчас, если мы не берём вот этого за результат, победа, поражение, для меня очень важно, что я выхожу на бой, понимая, что я сделал всё, что от меня зависело. Если, не дай бог, там, я проиграю, у меня хотя бы не будет этого... Я буду, ну, как бы, честен перед своим собой буду. Я буду понимать, ну, да, это спорт. Я сделал всё возможное, не получилось. То есть всё, что происходит в бою, это, там, очень большой процент того, что ты делал до этого. Ну, то есть это практически всё, что ты делал... То есть нет такого, что ты, а, не тренировался, и сейчас на талант возьмёшь, там, бой. Это очень маленькие ситуации. Конечно, такие тоже есть, когда выходят, там, бойцы, там, без подготовки, там, на... Вот как я, вот вышел на коротком уведомлении, да, на этот бой. За пять недель вышел и выиграл, грубо говоря, да. Да, но такие ситуации, там, там, раз, там, и скольки-то, ну, не так, что всегда можно... Скорее, исключение, чем правило. Это исключение, чем правило, да. Конечно, ну, тяжёлый труд, подготовка. И это бои, там, быть может, всё. Это не футбол, где кому-то дал пас, тебя подстраховали, там, или что-то, знаешь, тут ты выходишь один-один своим соперником. Ты можешь из 15 минут боя можешь 14,5 выигрывать, а потом просто моргнуть не вовремя и пропустить его, и прожнуться уже в раздевалке, понимаешь? Ты можешь, типа, тут до конца нет никаких гарантий, что ты выиграешь. Нет, ты можешь хоть пять раз в день тренироваться и можешь выйти проиграть. Да. И не из-за того, что это был хуже его, не из-за того, что это был плохо готов, из-за того, что просто в течение каких-то вот обстоятельств, там, где-то что-то там, концентрацию, на момент пропустил концентрацию, всё. Это бои. Тут, ну, настолько нужно постоянно быть на этом фокусе, понимаешь? Кто-то что-то с трибун крикнул себе, там, нехорошее, услышал, там, на секунду об этом подумал, всё, концентрация отпала, пропустил, всё. Например, когда дерешься в арене большое, ты представляешь, там, тысячи людей. Тысячи. Все они кричат, там. Когда, я помню, в Риге дерешься, там, я с фамилией слышу больше, чем, не знаю, там, там, с каждого угла дерешься, ты, боец всё это слышит. Понятно, что я полностью погружён в бой, я слышу только своего тренера. Там, там, будет, там, 20 тысяч людей кричать в моё имя, и я услышу тихий голос своего тренера в углу. Ну, с трёхлём слышишь, как кричат, да, там, и нехорошие будут вещи, и хорошие, да. И просто, значит, бойца в этот момент просто, ну, вообще, ну, абстрагируется от всего этого, да, ну, не думать об этом. Поэтому я максимально готов. Я нахожусь сейчас, наверное, в лучшей форме в своей жизни. И я более чем уверен в своей победе. Нет ни одной, опять же, адекватной причины, по которой мы не выиграем и не принесём эту победу для нашей любимой страны Латвии. Сейчас у нас хоккеисты хорошо показали себя в хоккее, третье место. Баскетболисты. Три на три. Три на три. Тоже третье место, да. Но и боится уже, не будем, скажем, не отстаём. Третье не надо брать. Не, мы заберём только первое, да. Мы заберём только первое, и... И вот как-то так. Какие следующие? То есть у тебя контракт с ПФЛ. Да. Он контракт на вот этот гран-при. И ещё не на следующий год. На гран-при и на следующий год. То есть в течение двух лет ты не можешь перейти в UFC. Нет. И если у меня поступит предложение, то опять же, это... Это надо будет обговаривать. Нет такого, что я там не смогу. Это всё... Это всё для этого нужен менеджер, который общается с промоутерами и могут отпустить, могут не отпустить. Могут там... Ну, есть как-то откупные, которые свой контракт выкупают. Есть такая опция, да? Я думаю, есть. Я не улыблён, но подозреваю, что есть, да. Опять же, посмотрим, посмотрим. Что круче, по-твоему, быть в ПФЛ в главном гран-при Европы в своём весе? Да. Или быть в UFC, но пятнадцатый бой, да, от конца? В UFC, конечно. Наверное, это UFC. Опять же. Тебя показать вот надо. Если мы говорим... Ты сказал про ПФЛ в Европе. Да. Если мы говорим за ПФЛ основной, который ты здесь за миллион не дерутся. Да. Если вот я уже там, в самом топе-топе, дерусь за миллион, то, конечно, на ПФЛ, да. Сейчас, ну, конечно, UFC это всё ещё престижнее, это больше, это и медиа совсем другая в UFC, и на данном моменте UFC. Но, опять же, говорю, с той скоростью, как ПФЛ сейчас развивается, только они платят бойцам, только они маркетинг делают и всё это. Опять же, что будет через два года, когда у меня с ним контракт закончится, когда я уже стану свободным агентом, сяду за стол и буду думать, так, что дальше. Ещё мы выбираем, да, там UFC можешь предложить, да, ПФЛ предложит на уже лучших условиях ещё подписаться. Опять же, если я буду получать в ПФЛ там гонорары там типа от 100 тысяч до боёв и выше, да, но я не пойду дураться в UFC за 20, грубо говоря, да, ну. Ну, там есть такой, кто за 20 там дерётся, да? Ну, в UFC стандартный гонорар, стандартный, 12 плюс 12. Это за победу 12? Да, за выход 12, независимость от результата, короче, за победу 24. То есть это вот те, которые выходят до майнкарда, да? Да, да, ну, грубо говоря, я в ПФЛ получаю столько же, столько в UFC, можешь сейчас сказать. Это те же самые деньги за бои, да? Соответственно, соответственно, это я только сейчас нахожусь в начале своего пути в ПФЛ, только один бой провёл, сейчас ещё больше будет, грубо говоря, да? Да, да, но это если мы говорим про деньги, но престиж пока ты говоришь, что это... Престиж, конечно, за UFC и престиж за UFC ещё будет, ещё будет и не год или два. Почему? Что Дана Уайт сделала в организации? Первые? Это были первые. Первые и всё правильно сделали? Первые и всё правильно сделали, показали эту бизнес-модель, вот как она работает, создали, и вот сейчас уже как бы все организации, они же все уже берут с UFC, как это всё строится, да? Поэтому... Бизнес-модель, ты имеешь в виду, что сами мероприятия? Мероприятия, мероприятия, маркетинг, рейтинги, бойцы, там эта система топ-10, там титулы, вот всё это, вся эта полностью система, это всё, конечно, сделало UFC. Раньше, там просто, если вы хотели драться, там, знаешь, там два чувака, там, не было ни рейтингов, ничего там, есть такой, есть Вася, есть Петя, они интересные, да, их пускай не подерутся, да? То сейчас это, конечно, уже более всё серьёзно пойдёт. Есть уже и мировые, там, рейтинги, где там уже бойцы стоят в каких-то... Ну, короче, в общем, пока у меня ближайший год, вот этот год, а следующий это ПФЛ, поэтому я пока ничем другом не думаю, у меня фокус только на этом, а там уже будет день, будет пища. Да, ну, то есть в том, чем ты занимаешься, да, именно в ММА, самое... То есть, понятно, на Олимпийских играх нету ММА, там каких-то чемпионатов мира в принципе нету, потому что нету какой-то большой мировой федерации, есть разные промоушены, то есть тем, чем ты занимаешься, стать чемпионом UFC, это на данный момент самая высокая точка. Да, это самая высокая, скажем. И это твоя цель карьеры. Да, да, конечно. У меня никогда не было, когда я уже для себя решил, что я хочу быть профессиональным спортсменом и связать свою жизнь с этим, у меня никогда не было такого, как есть у многих спортсменов, это, знаешь, вот на чём-то остановиться, вот там, у меня нет цели попасть в UFC, у меня стали стать топом в UFC, грубо говоря, да. Для кого-то хватает попасть в UFC, подраться, сделать фотку и, ну, и всё. В жизни уже ачивка есть, а ты знаешь, типа, всё. Нет, для меня мало просто попасть туда. Я хочу побеждать, побеждаться с сильнейшими и их выигрывать. Если я, если решил свою жизнь, жизнь одна у всех, да, если я решил свою жизнь посвятить одному этому ремеслу, то я хочу забраться на самый верх. Зачем я, типа, знаешь, я, там, стал чемпионом, я же мог стать чемпионом Латвии и сказать, ну, чё, я уже чемпионом Латвии. Я чемпионом Латвии. Да. Ну, чё, мне, понимаешь, это когда я бываю с Игорем, вот мой Игорь МСМ, мой главный тренер, когда меня так нормально загружает тяжело, бывает, знаешь, там, тоже, все люди, там, поскулить люблю, там, а, всё, тяжело, там, устал такое. И я, там, помню, говорю, сзади, говорю, я хибельный, как, блин, я устал, тяжело, там, да, нагрузка. Он такой, Саша, устал, без проблем. Вот, типа, ты можешь хоть сейчас вот прямо закончить свою карьеру, будешь, там, чемпионом Балтии и Европы, да, там. Тебе, тебе на районе волны уже нальют до конца, до конца жизни. То есть, ты уже, ты уже найбургировал, типа, понимаешь. Тут уже вопрос, до куда ты хочешь дойти, кем ты хочешь стать, понимаешь, типа, можно выиграть чемпионат Латвии, сказать, я чемпионат Латвии, и всё, типа, я уже максимум взял. А можно дойти до UFC. Кто-то доходит до UFC, и так, и, и вот, и, понимаешь, для меня попасть в UFC, это начало. Вот я туда попал, всё, вот теперь мы играем по-крупному, грубо говоря, да. А для кого-то попасть в UFC, это вот раз жизни перчатки один одеть на руки на свои, выйти, подраться, выиграл, проиграл, там, неважно, всё, уже, уже респект, признание, потому что BFC – это статус. Ты можешь попасть в UFC, вот, случайно. Ну, вот, прям, прям мега исключения были, когда там, там, буквально, там, из зала вырывали пацана, там, там, типа, есть, есть бой в майн-карде, в главном карде боя, и, и там, за сутки до боя, там, соперник какой-то вылетает, и нужно просто, а на таком уровне никто, там, ну, так, ну, не выходит на замену, да, так, за сутки, типа. И там берут прям, типа, 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 чего оказало, там, будешь он, ага, там, и всё, и, как бы, это просто повезло, знаешь, жизни так. Становится бойцом UFC сразу. Да, сам не понимает того, как туда попал, да. А в целом, так, конечно, если ты попадаешь в UFC, ну, это ты уже прошёл войну такую, что, мама, не горюй, да, поэтому это статус. И для кого-то хватает просто один раз зачекиниться, что он там был, да, нет, для меня такие чекины не нужны, я хочу прям максимально топ сделать, да. Раньше, то есть, ты смотришь там UFC или какой-то, тебе кажется, ну, это вообще, то есть, ну, из-за того, что из Латвии никто там не боролся, не бился. Слушай, извини, перебираю, раньше UFC даже было, говоря, даже было неприлично даже разговаривать вот так вот вслух, понимаешь. Я помню, когда я говорил там 18 лет, 19, говорил, что я, блин, я буду бойцом UFC, а я говорил, я, по-моему, серьёзно, да, там, ну, все смеялись. Ну, типа, я помню там, когда, там, когда я там только начинал свою бойцовскую карьеру, там, многие смеялись, многие сомневались, там, когда, тем более, когда о чём-то говорил, о чём-то высоком, там, ну, конечно, многие даже, ну, даже, ну, не воспринимали мои слова всерьёз, типа, сейчас уже никому не смешно, как бы, да, и как бы, и сейчас уже об этом говорить, как бы, я уже, я чётко знаю, что для этого надо сделать, чтобы кто-то попасть. Раньше не было, ну, типа, как опасть UFC? Позвоним тебе сюда в Ригу, скажут, давай, Саша, типа, да, 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 ну, как это, вот как туда попасть, да. А сейчас у тебя? Сейчас, конечно, когда уже есть контакты уже по всему миру, ты там потренировался в том зале, там ты трениров знаешь, менеджеров, там знаешь, там знаешь, там тебя знают, у тебя есть свой менеджер, который то так же со всеми общается, сейчас уже, ну, уже всё. Просто я хотел отметить, что ты настолько легко говоришь об этом, что кажется, а, ну всё, ну, Саня, всё, через два года UFC это стопудово. Так, Саня, через два года UFC, так, на полном зерёзе же, ну, типа, а как ещё, как иначе, только на позитиве. Я про это и говорю, что ты настолько даже говоришь, это с уверенностью, что ждём, это только вопрос времени, во-первых, сначала ждём, конечно, победы. Расскажи про, как скинуть 20 килограммов за, давай, вот три или пять типс, как скинуть 5 килограммов, 20 килограммов за 5 недель. Жёсткая диета, в которую не входит ни сахар, ни соль, ни мучное, ни жареное, это пресная еда, курица, там, или лосось, там, без соли, который сделан, там, буквально перцем можно посыпать. А тут тоже вкусно. Вот поешь так пару дней, без соли, и... Если 4 недели надо есть... Это вкусно, когда ты днём съел бургер, а вечером поужинал лососин, понимаешь, это вкусно. Да, да, да. А когда ты ешь эту херню, блин, на протяжении месяца, 5 недель, это ничего не вкусного, в этом нет вкусного. При этом ты ещё скидываешь вес, то есть ты скидываешь... Каждый раз тебе тяжелей-тяжелей, ты просыпаешься, ты такой, ну, весь, ну, организм много чего не получает, микроэлементов разных, понимаешь, и... Особенно, когда это всё так быстро, одно дело, ты постичь... Короче, ушёл от вопроса, это жёсткая диета, это большой объём работы, не то, что ты вот просишь, ешь на диване, нет, это 2-3 тренировки в день ежедневные, много потеть, много пить воды, и в конце это сауна. Сауна помогает, да? Ну да, тут же как, я скидываю, я последние 5 килограмм скидываю это чисто, я воду из себя всю выгоняю, да, если я за неделю до боя, за неделю до взвешивания я начинаю пить воду, то есть если у меня пятница взвешивания, воскресенье, понедельник, вторник я пью по 8 литров воды в день, среда... 8 литров в день, это же все соли, все витамины, это всё... Да, и при этом очень важно, чтобы не было в организме соли, не граммы, потому что соль воду задерживает в организме, да, то есть если ты ешь соль и заливаешься водой, ты, ну, никуда ты не уйдёшь, типа, да, поэтому вот ни сахара, ни соль, 8 литров воды в день с воскресенья, понедельник, вторник, в среду я урезаю до 5, а в четверг, вот если в пятницу взвешивание в 8 утра, то я в четверг до 8 утра выпиваю последние литры воды и сутки ровно не пью ничего и не ем, вот с четверга, с утра четверга до пятницы утра, пока я на весу не встал на взвешивание, я ничего не пью, и вот ты уже в последнюю воду, ты уже выгоняешь, я одеваю этот высокогоночный костюм, как мы гоняли последний килограмм в ПФЛ в Лондоне, короче, мы запороли, у нас есть время еще это рассказать, да, короче, мы жестко запороли, как я запорол, что я несу, мы приехали в Лондон, мы приехали в Лондон, нас заселили в гостиницу, вот в ПФЛ эти все бойцы живут, да, и ресторан, который при гостинице, вот при отеле, да, там где кухня, да, они для всех бойцов есть была опция, чтобы они готовили правильную еду, вот что-то скажешь, они приготовят, грубо говоря, да, все, это даже, ну, типа, да, мы этого не знали, мы прилетели, я, блин, не ел там полдня, пока самолет туда-сюда, а я уже все, я уже такой, уже милица нет, уже 75 килограмм, последний пятерик остался, там, все пацаны-тренера там кушают, там, я сижу, там даже смотрю на это все, короче, мы везде искали, мы обшарили весь район, где мы жили в этом Лондоне, все кафешки, рестораны, надо, чтобы найти место, где можно поесть просто вот курицу, там, какой-то или рис, без соли, вот просто чтобы не было соли, потому что я уже пью воду, мне нельзя вообще, ну, типа, ни грамма, а у них везде такой прикол, что у них, у них везде, вот даже в рестораны все такое, все мясо уже в маринаде приводят, потому что уже есть соль, короче, нигде нету, в итоге мы пошли в супермаркет, который, первый, который попался, я взял банку с тунцом, на котором было соли, я посеял там, типа, 0,02 на всю банку, и я такой думаю, ладно, а я уже хоть что-то поесть надо, я уже, все, я уже, я уже злой, кричу орунда, пойдем, уже траву есть, типа, вырывать, я там купил эту соль, тунец, помню, купил, прям, сел в парке, прям посреди парка, банку открыл, воду вывел и прям ел, короче, допустил ошибку, что в неделю любое, когда уже заливался водой, несколько раз поел продукты, где есть вот маленький процент соли, даже маленький, ну и на весогонке мне это все сказалось, и когда я был уже 70, у меня было показано на весах 70 килограмм 500 грамм, это лимит, то есть 70-500, не больше, не на 50 грамм больше, и когда был 71-500, то есть мне осталось скидывать 1 килограмм, я последний килограмм скидывал с полодиннадцатого вечера до полпяти утра, то есть мы 1 килограмм скидывали вот 6 часов, это я захожу в сауну, ты уже съешь, ты уже не потеешь даже, ну нет воды, ты уже все, ты уже все уже в туалете, все, ты как бы полностью, ты типа как губка выжатый, я уже такой же, как кащей, знаешь, сижу, меня там уже в эту сауну заносят, меня поднимают, там несут, ты уже, понимаешь, ты уже настолько тяжело, что ты не можешь, если ты вот встанешь, и уже чтобы встать со стула, это вот так вот, ты сидишь, вот так вот, типа в 5 шагов, ну типа, просто если ты встанешь и падешь, ты упадешь, голова кружится, типа, ну, я был такой поран, что я лежу на диване, я встаю, чтобы пойти в туалет, встаю, два шага и так, и падаю, ну, все темнеет, ну, как бы, и тебя поднимает, там, закошмарил тренировку, например, просто встали, пошел и упал, просто чуть ли не сознание не потерял, тяжело, поэтому, ну, очень тяжело, я там говорю, без команды это невозможно, вот так вот в одного поехать, скинуть вес такой, это нереально. Все так делают, скидывают вес до такого состояния, то есть, ну, ты высокого роста, у тебя метр восемьдесят. Да, смотри, опять такая ситуация, так сложилось, что это не как в боксе, там, где весовые категории каждые два килограмма, грубо говоря, очень много весовых категорий, там, у них, там, у них идет, если вот я держу семьдесят, у них идет семьдесят, семьдесят два, семьдесят четыре, вот, каждому, да, у нас это семьдесят, следующий идет семьдесят семь, и это космическая разница в плане, вот, габаритов бойцов. Вот тот же Хамзат, он дрался в семьдесят семь, но он огромен, типа, вот ты с ним, я с ним стою рядом, я не маленький, грубо говоря, и по росту, да, а он еще там больше, на голову выше, да, и вот он бы на семьдесят семь дерется, я понимаю, что если я, короче, я большой для семидесяти, но маленький для семьи семьи. Окей. То есть мне бы идеально было, где-то, между двадцать. Семьдесят три, да. Да, ну такого нету, поэтому дерусь семьдесят, потому что семдесят семь дерутся такие, особенно уже на том уровне, где я дерусь, вот, да, я уже, я уже последовал с ребятами, кто семьдесят семь дерется, да, ну, это... Там они просто из-за того, что, ну, крупные, да, ребята? Крупные, да, ну там ребята, кто вот гоняют, с 90 вот гоняют и выше, да, да, если у меня 90 это было это было лишка, потому что я там кивал вечером, знаешь, там пицца, там такое я когда начинаю там вот нормально просто питаться и тренироваться полноценно у меня там, ну мой вес это 85 там, это первая пятерка, она уходит так вот, вообще просто, ну, это лишка, а там такие коренастые 90-кировые такие дядьки, это они 77 гоняют а в байоне 70 а в байоне там уже, ну, там 70 типа 86, типа такие, да уже в бою 86? да, так я в бою 77, сколько ты в бою? я в бою 77 с половиной то есть, взвешка ты 70 все намного проще взвешка, в пятницу 8 утра я 70 на веснах через 6 часов я уже 75, я 5 килограмм 75 потому что вода возвращается да, это вода, либо ты ставишь там капельницу внутривенно эта вода быстро усваивает с организмом там, с витаминами туда-сюда там, и тут, я только после капельницы уже плюс 2 сразу, знаешь, грубо 2 литра вся вода ну, вернулась вода просто да, возвращаешься, у тебя сразу в лицо, знаешь, такое, если я утром вот у меня не щёкнет, то я уже хочу такое уже посимпатичнее, да и, да, и, там, первые, там, 4 килограмма это тупо вода ну, чтобы, ну, вот, запомни, сколько ты сейчас, я сейчас 83 83 83 у меня есть фотка посмотри, как я угадал смотри, у меня есть фотка покажи чтобы ты сейчас, чтобы ты понимал всю всю разницу вот это 90 90 а вот это 70 может мне переслать по airdrop и потом после это я попробую то это да и вот вот этот эдгарс макбук это коллега слушай это вот мне да было интересно как я не знал что настолько много возвращается бою килограмм это еще немного и некоторые ребята кто вот дерутся в 70 они в бою уже 81 было даже такие хабиб тоже много набирал хабиб в бою если хабиб он тоже 90 скидывал если хабиб на весах был 70 то байон ходил 81 это вот так вот много десятку набирают люди вот так вот обалдеть это я еще немного набираю я в среднем вот 76 77 в бою это типа это нормально опять же нет цели набрать много точно не сижу там и не пытаясь там можно раз обжарить если там организм возвращать столько сколько ему нужно если 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 будешь пытаться там искусственно себя на наш на ну бою тяжело будет там закислишься там мышцы забьются ну все тело сколько надо она вернет остальное все кто тебе это все рассказывает то есть или это это знание ты набирал постепенно это постепенно я вот методом проб и проб и ошибок я вот ответ сейчас у меня есть диетолог который мне скидывает программу это я знаешь там но не ну что ты я тоже свой организм уже хорошо знаю за все эти года да я уже понимаю как что наши и просто миски деток программу я процентов там 80 беру от этого 20 уже на своем опыте делаю блин я дрался 70 кг когда весил 69 я дрался 70 когда весил 73 если я совершу 90 и делюсь еще в 70 я вот я все это время гонял эти веса вот так вот методом проб и ошибок вот вот такая эта веса гонка она такая так какие-то выводишь там так там вот была ошибка это помешало там так так было хорошо с каждого что-то выводишь его сейчас рыбы ну я уже скажем так не первый год в этом бизнесе лимя русским с 20 грамм это уже ну я уже и без и толку этому вы сделали да 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 но это все нужно было постепенно это все нужно было пройти ты говорил что это там такой тупой вопрос но тебе не страшно что что-то может случиться в бою да ну то есть вот формула-1 да например но это ладно сейчас большая очень безопасность ладно медицина тоже стало лучше там боях все быстро все реагируют так далее но все равно в боях это все-таки там ничего особо не поменялось нет такого что раньше без шлемов не я бы я помню то есть не страшно я за свою жизнь свое здоровье когда ты выходишь в клетку больше все в жизни мне страшно жить от зарплаты до зарплаты и считать деньги вот это то чего будет больше на свете и это не страшно блин волка бояться в лес не ходить понимаешь можно выйти на улицу поскользнуться вот на ступеньках упасть и умереть потому что мы же не боимся выходить из дома знаешь так же самое тут я каждый день я каждый день вожу машину за рулем и каждый день я подвергаю себе риск попасть в аварию и разбиться да поэтому да нет не страшно говорю для меня для меня страшно это вот не жить жизнью которой я хочу жить так так чтобы моя семья я хочу чтобы не я не моя семья не мои близкие ни в чем никакой не нуждались я то не скажу что я из бедной семьи но тоже очень много проблем с деньгами было когда там люди знаешь жертвовали там какой-то едой чтобы за квартиру заплатить знаю что про жизнь да и вот для меня вот это страшно а также вот люди 80 процентов а зарплата зарплаты идя в магазин с глядя так не куплю хлеб куплю это потому что там ну и не хочу для меня вот такие вещи как вот жилье еда и транспорт я хочу даже не думать об этом что для меня вот заправить машину там на 500 на 1000 евро в месяц я даже ну это просто достал и заплатил так же как пришел в магазин и я не выбирал из того что я там это это сегодня поужинаю а вот это не хватит там пошла нет вот для меня вот это страшно поэтому отчасти я тоже все это делаю конечно я люблю это это блин это 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 не моя работа это моя жизнь типа я кайфу я люблю это но деньги тоже важны я хочу чтобы там моя мама и мама у меня две сестры маленькие что-то я себе чтоб никто еще не нуждался я хочу водить крутые машины жить крутых домах но почему если кто-то может это позволить и почему там я мы не можем да грубо говоря поэтому поэтому нет не страшно и страшно есть вещи которые пугают меня больше чем это поэтому для меня не страшно чем твой пример два это два вопроса может по-разному отвечать чем твой пример бойца и твоего пути и чем вообще бои в целом могут научить человека я не то есть нравится смотреть мне нравится следовать за твоим успехом как как минимум если мы не берем про какие-то там профессиональные достижения про какие-то на финансовое что-то это конечно бои это первую очередь воспитывать в те мужчину это воспитывать себя характер это каждый день тренируясь каждый там идите когда идешь на спарринге идешь бороться это постоянно дискомфорт это постоянно больно и ты идешь на это осознанно то есть ты каждый раз гоняешь себя специально в выводишь себя из зоны комфорта и вгоняешься туда где тебе тяжело и ты вот страглишь через все это проходишь каждый день чтобы и так минимум становишься лучше потому что ты каждый день преодолеваешь какие-то вот я считаю что ничего в жизни легко так не дается и мне очень помогло мне очень помогли вот даже занять единоборствами помогло мне в личной жизни какие-то вот свои там личные моменты там вообще не с людьми даже какие-то действия которыми нужно было предпринять где было тоже ну страшно не по себе вот именно благодаря этому характеру который я приобрел в боях и в спорте мне помогло это вот пройти эти вот испытания жизненные какие-то да это воспитывает в первую очередь это это даже не драки там ну значит не обязательно быть не всем быть чемпионами и не всем хорошо драться даже те кто занимается боями кому-то дано кому-то не дано и это это так кто-то может заниматься месяц и быть уже и поставить удар с нуля кто-то может заниматься 10 лет и еще ну кому-то вот это все да но знаю точно что каждый кто этим занимается он становится лучше самого себя вот в ментальном плане в каком-то в духовном это духовное развитие и в первую очередь не знаю я бы я я искренне убежден в том то что каждый кто даже хотя бы на какой-то определенном этапе своей жизни посвятился и вот спорту там и вот единоборством они никто из них не пожалел никогда не слышал что он мне кто-то сказал там охота не занимался на 10 обратно боксом блин так так и такая-то херня знаешь послушай вот люди которые даже даже очень давно могут обратно занимались и наборами все об этом с таким теплом это вспоминают вот этот командный дух ребята в зале это но это это надо прочувствовать да и поэтому мужчина может быть мужчина мужчина должен быть сильный я в этом тоже убежден сейчас в наше время как бы все все как бы мы отходим от этой формулы когда вот мужчина это мужчина это это опора это сила для меня вот я как-то наш больше приверженец вот из поколом веков как это считалось мужчина это воин мужчина это защитник мужчина это те вот в случае что неважно там какая-то стрессная ситуация мужчина тут вот пойдет и будет это решать грубо говоря неважно дипломатически физической силой мужчина это характер всегда это про характер и когда конечно родители отдают детей маленьких на единоборство они как если там из них ничто не получится в плане как спортсмен это мне там не будет и кинуть достижения там да но они как минимум станут они окрепнут они станут уверенные в себе и это положено определенно дальше в жизни то чем не дальше по жизни выберу чем заниматься определенный опыт спортивный им какой-то boost придаст супер да не очень хорошо выразился у нас сейчас интересная проблема вообще назрела я не знаю ты следил не следил увидел не видел и монти был какой-то там кипиши да какие-то молодежь кого-то там били тащили я эти видео но не смотрел да я тоже я понимаю но я слышал да и сейчас у нас начался сезон там 13 мая все после пандемии так далее ну то есть у нас грезень концов парк ты знаешь курить нельзя пить нельзя куривание рекламируем бухло не рекламируем тотализаторы не рекламируем вообще то есть ну почти церковь только дам только уличная и то есть у нас во всех видах спорта такое как бы правило золотое то есть если ты кого-то ударил открытый удар то есть мы играем без судей открытый удар этот дисквалификация то есть чтобы люди держали бы себя и в последнее время такая ну в этом году я просто в шоке вообще что что-то такое происходит молодежь начинает тусоваться ну часть то есть те кто в спортсмены всегда были их кто их поддерживает они тусуются у нас в грязень конце парке внутри смотрит футбольчик баскетбольчик тусуется съели кебаб и есть какая-то часть молодежи которая знает что там будет большая часть молодежи но они не заходят парк потому что они где-то там на горе наверху бухают начинают кипишовать начинают драться оказывается что это вроде как даже один чувак или одна банда которая действует просто подходит кого-то там кошмарит кого-то не знаю провоцирует потом дерется вот проявляет какие-то свои физические я не знаю сколько метам 16-18 лет но есть вот такие инциденты или там две девчонки там это позавчера под подрались ну то есть как подрались одна била другую то есть вообще какой-то космос то есть и мы понимаем что это окей это не происходит на нашем мероприятии до типа мы не несем ответственность но с другой стороны я перед собой я чувствую ответственность потому что это происходит рядом с парком даже если это не на нашей территории но все равно как-то противно осознавать что молодежь почему-то вернулась в какие-то лихие 90 что это такое и вот вопрос к тебе то есть вот твое мнение и вообще что делать с такой молодежи да то есть ты вырлась в олайна да то есть сам говорится был хулиганчик да я скажу так всю эту школу тоже прошел и не то чтобы прям знаешь что я сейчас буду всех осуждать потому что я сам отчасти был таким да в какой-то степени но я это ни в коем случае не поддерживаю и опять же вот мне помогло мне спорт помог вот именно спорт и интерес к чему-то помог выбрать нас этой улице грубо говоря да я считаю что вот я вообще не понимаю вот этот я тоже садил у манвелла с тобой подказать да он сказал что не понимает почему вот молодежь тянет в 90 я этого тоже не понимаю для меня это настолько все морально устарело и колхозно знаешь когда вот там полный когда вот там пацану 50 50 15 лет да он идет там знаешь что там в кожаной куртке там стоите какого-то там сашу белого из бригады да хочется просто реально дать леща сказать иди не знаю там ну купи мороженое да и спортом занимаетесь и пробегись да грубо говоря знаешь что мы я не понимаю я понимаю что тогда это вот болтная романтика в то время это было это было хотя бы ну окей это было и мне кажется это было вопрос вообще как-то выжить выделиться вы выжить выделиться да то сейчас это настолько как-то уже выглядит реально вот ну уже как будто вот да все уже но это даже смешно уже даже выглядит знаешь не серьезно да и когда вот и когда вот молодые ребята там вот 14-15 лет выбирают вот так вот такой образ жизни и вот идут поэты поэты я думаю что что-то больше всего от того что нету интересов потому что у меня тоже как когда занимал вот как вот то время к занимался всякими глупостями ерундой это было отчасти того что мне было интересно что ты вот типа все что мне надо было это отработать школе номер там отучиться все ты свободен и вот от безделья безделья и порождает мне кажется вот какие-то как тебя заинтересовали боями ну то есть это ты вот у меня самой меня я говорю мне отец показала мы с отцом сели я занимался я всегда был футболистом я то не в одном своем интервью рассказывал я был до мозга костей футболистом прям футбол я прям ну до сих пор нет вообще нет прям слушаю историю я занимался футболом я прям болел футболом я там вот это было время 2000 вот прям я был 2008-2011 год в то время это когда еще по-моему рональдини еще в милане играл а рональди еще в манчестере играл да торрес играл в ливерпуле драгба в чел вот то вот то время я знал просто всех вообще я прям был реально болен футболом я никогда не был талантливым то есть не очень хорошо играл а если мы говорим за за уровень какой-то футбольный там во дворе хорошо мяч гонял да вот на футболе я опять я очень нервничал и всегда перегорал и когда вот у нас были футбольные помни матчи я просто тупо ну вот с моралкой ну тупил жестко я еще был я еще был защитником а мне так бетил защитник потому что когда всегда забивали там гол и что что я типа его это моя жутка типа наши они вратаря грубо говоря в этом плане мы очень похожи я прям знаешь всегда вот меня я прям очень стрессовало с футбол как бы это сейчас старало не смучало в боях нормально а вот да вот футбол прям вот ну опять же тогда мы еще совсем юношей да там может так морально неокрепше был но не суть я был футболистом и самое что странное что я вообще единоборство все придирал то есть для меня бокс носить более мм а это было вообще куда-то для для гоптиков какие-то для вообще ну второсортные какие-то виды спорта я для меня вот хоккей футбол это вот да а бои это для таких ну для глупцов да и потом просто с отцом сели и он отключил фильм роки роки волейбой это со Сталлоне да час сорок час пятьдесят этот фильм шел и после этого я больше никогда не вернулся то есть фильм роки вот фильм роки а именно четвертая часть да нравится с этим русским этом иван драга светлым да вот этот фильм полностью изменил то там молодое неокрепшее сознание что я человек который был реально болен футболом я ну я прям все у меня там ну пипец как бы а при этом презирая единоборство я посмотрев по полутора часовой фильм и я я настолько просто у меня вот 300 просто 180 развернулась в голове что я просто заболел боксом а так было что я жил волн и волн еще был бокс да он сейчас есть что я все просто я я понял что я не не хочу больше начинал футбол приходить я сказал папе я припомнил отцу сказал папа типа а можно на бокс пойду ты че нет ну какой бокс мы тут футбол там тебя знаешь там бутсы там каждый там полгода покупаю знаешь что ну типа какой-то футбол уже все серьезно и грудь не слушай нет бокс по моему ну пошел я все равно ушел тебя родители поддержали и ну да наш но в то время как в то время да и в самом зала было чтобы ребенок там чтобы не скитался по улицам и что вот там не курил согрета за гаражами до или не ходил в грязи да 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 для меня наши чем-то ребенок увлечен уже хорошо знаешь там бокс допускай будет бокс как бы это мамаш памятам не нравилось да но да то есть я грубо говоря пришел в единоборство вот после просмотра пускай фильм рокки фильм который изменил бы интересно да вот посмотрите все да да но это классика дороге сейчас конечно когда что этот фильм уже так уже знаешь уже тяжело да тогда тогда когда еще был там молодым парнем сейчас когда я уже профессиональный боец я смотрю на эти бои которые фильмы там ну это уже цирк для меня знаешь да а тогда ну это даже фильм больше не про не про бои а про то вот как просто бродяги там сурис просто дали вот шанс он за него ухватился опять же рискнул и вот изменился жизнь полностью как ты сам говоришь что очень часто и особенно в ммм звездами становятся вот именно ну не то что бродяги но они не ребят не всегда чаще ребята не из самых благополучных начнем с того что бои чтобы драться все же тебе надо руки и ноги то есть экипировки ну минимум там перчатки там ну всегда старые в зале будут валяться там знаешь там это это не бутсы которые там ну это размер ноги там знаешь там нужен там ну перчатки в каждом зале приходишь там есть блед коробка где старые перчатки вонючие валяются да то есть ты как бы даже если нет денег на даже на это там если молодой парень вперед зал тренироваться ну а делал то кое-как знаешь да да бои это спорт бедняков и знаешь драться чтобы пойти драться это это как и в жизни это последнее уже последнее последний метод решения какой-либо проблемы это пойти и драться да всегда поначалу дипломатия когда ты разговариваешь и там пытаешься это и уже само последнее уже самое дно значит это уже пойти и морду набить грубо говоря так же самое и то есть самое бои но чтобы человек пошел драться осознанно и полюбил это когда вот есть там там есть теннис там знаешь есть там футбол и учитывая как как это может играя в теннис там в хоккей там какие-то деньги еще платят стипендии нам по яхты только по морде получаешь да и ты еще платишь за участие в этом да поэтому посмотрели на всех вот чемпионов мировых то пассивно все не бродяги знаешь с улиц поэтому наверное наверное как говорят там да вот тот же там кто тайсон и кто говорил что и когда ты просыпаешься уже в хорошей большой кровати и садишься в хорошую машину не хочется уже идти кому-то голову бить все это все это уже наверно как-то ментально закладывается вот из плохих условий жизненных тяжело и ты вот идешь уже без выхода злой на злой на мир на мир на мир на всех да уже как будто пойти уже выпустят энергию да и вот приходят молодые я знаю что пытался заниматься хоккеем ребенку это очень дорого это там я только я очень долго там только экипировка там коньки клюшки там это все лед там но это стоит футбол тоже наверно не знаешь по и чё пошел там там как как в принципе я пришел в мм а просто мне там сказал товарищ мой чё пойдем в севарш в мм а куда в севарш в мм а ну пойдем типа это на базаре да вот цена пришел там ничего не перчатки были старые боксерские все там я там один там щитки не было там один щиток там красный нашел другой там черный зал чей-то старый там шлем какой-то там такой знаешь и все я пошел там спарринговать как бы но поэтому есть лучше когда спортсмены бойцы из благополучных семей даже состоятельных выбираются там в UFC да но это опять же тоже как исключение как правило очень интересно это описано мы возвращаясь к UFC как раз таки от манвела пару вопросов твой топ-3 переоцененных и недооцененных бойцов в UFC но ты можешь не называть всех трех те каждый может по одному называть с каждого те кажется вот вот этот пацан вот его недооценивают а вот не знаю там эта девчонка вот ее переоценивают ну не знаю грубо говоря мне кажется блин знаешь вот сейчас я выкрою минутку чтобы подумать потому что если мы говорим прямо за топов ну понятно что мы видим за топов там топ-10-15 других мы там особо там не знаем то знаешь такое ощущение вот вы да все на своих местах находятся ну как переоцененный как это может быть переоцененным находясь в топе там в UFC да ну как ты что-то как-то попал да и просто кому-то 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 больше внимания приковывают UFC медиа знаешь кого-то больше раскручивают и из-за этого кажется да да но тут уже зависит от того какой боец кто-то умеет микрофон кто-то не умеет кого-то есть интерес кого-то вкладывать деньги которые они видят что вот вот есть там есть макгрегор который пришел сам и начал говорить да есть есть потенциал в него вкладывать потому что он ну он говорит он харизматичный с него потом уже заработать и он его везде толкают везде вот медиа да он как бы может быть такое что он переоцененный ну что ну и говорят что макгрегор там ну он не крутой там да ну как он не крутой ну типа ну переоцененный да вот хабиб выиграл тяжело не отвечу от вопроса надо очень много думать чтобы они до оценены вот ты может быть видишь какого-то таланта ты там следишь за ее все ты понимаешь ну вот этот вот это будет следующий там может быть кто-то из зала в котором ты тренируешься может и видишь какого-то хабиб был много времени недооценен на самом деле хабиба недооцененная хотя одну давно уже там те кто вот разбираются в спорте понимали что хабиб ну да дайте ему за тратить титульником стоять чемпиона моего специально мариновали не давали ему возможность биться за титул потому что первых он русский к такой придет такое отношение было хотя сейчас и все там последние года я не замечал такого что как-то русских обделяли наоборот да там и петр я чемпионом во время войны сейчас для русских очень много где-то запретов и все как раз одна из тех которые дают дают и подписывают мы и продолжают подписывать бойцов с россии поэтому такое вот переоценен слушай мы не знаю мань очень тяжелый вопрос от мани тогда давай пару отличий сборов в таиланде и в швеции а вот это хороший вопрос блин пара отличий я начну с того что на самом деле у меня есть опыт тренировок мы в латвии и в швеции и в таиланде самое главное отличие это спарринг партнеры это спарринг партнеры потому что во всем мире джеб это левый прямой стандартный прямой и у ну и его везде бьют одинаково ты не можешь там новое придумать с этого удара да я в принципе где бы не тренировался вот сама как техника она очень похожа везде то есть и в таиланде тренировки я тренируюсь там нигде нигде никого такого вау космоса если есть какая-то вот база в этом спорте которая вот везде ее тренируют да определяют только спарринг партнеры с кем ты можешь это все нарабатывать да и тут конечно плюс таиланда в том то что это была зима это был сезон это было вот то место это было то время когда там были все там ну просто мы приходи ты приходишь на тренировку просто на борцовском ковре там ну 70 человек 60 из них всех high level чуваки там нет такого нет таких ребят с улицы профессиональная группа ты приходишь в 4 часа все кто до 70 килограмм ну легкие веса да их человек 60 ну там большой зал большая площадь тренируются да и все профессионалы кто ее сексу белла торг то там чину все на уровне до 4 5 вот легкие веса 60 человек в 5 приходит 70 плюс веса столько же просто не ручься там где 70 плюс да типа и ну ну старый партнеров было просто на любой вкус и цвет борцы ударники там левши правшины типа это да в таланте только таланте минус был один это как бы плюс и минус плюсы в это погода и вообще этот весь вайп он такой тип это не хочется тренироваться там релакс понял ты выходишь вот утром потренировался ты вышел зала идешь на лазурный пляж и переха пальмы берешь от кокос лежишь на лежак и ты пьешь ты понимаешь тут вечером никуда не хочешь идти ну понял очень много там там очень чуть-чуть расслабляет понял такое типа туда прикольно переносить его перезимовать вот чан бы тут не поехал бы ну значит зачем до швеция это наоборот такая знаешь такая прям вот мы там закрывал в этом зале закрываемся и вот пашем с утра до вечера пашем паша нечего больше делать ты выходишь я на выхожу швеции но что-то же городе куда пойдешь на прогулять по городу но нет чисто зал дом зал дома так вот у меня знаешь я просыпаюсь позавтракал пошел в зал там три часа у нас утром в таком треновке два с половиной три часа три часа потренировался еле ноги туда вылез пошел по этой же дороге обратно домой поел лег спать и вот вечером тоже полная рутина понял потому что а в тайланде все таким там поехали на море там поехали туда там такое на чиле вот и и туда куда ехать зимой отдыхать параллельно тренировать тренироваться да чтобы там вот и поддохнуть и форму поддержать и форму держать и чему-то научиться будешь там ребят очень много да и отдохнуть загореть знаешь так что приехать и готовиться блин мне тяжело в этих условиях было там прям знаешь вот максимально вот только ты тренировался в швеции в таком наш мега спартанском режиме вот так вот держать там но очень сложно а это твое да то как швеция это больше это больше мое вот если мы говорим да вот подготовки к бою да мне мне нужно я еще такой знаешь я но это не нужно не дай короче мели мне очень легко меня вот пошатнуть понял вот такое расслабить дай такое и в шевелу вот я вот тот тип которого вот мне нужно загонять в подвал и не выпускать оттуда а окей чтоб я вот знаешь вот все я как робот зал дом зал дом поел поспал зал и в Таиланде все то я выхожу то когда-то день какая-то валюта в кошельке есть то такой вот так взял мопед мотоцикл поехал там какие-то там девчонки может ходят не знаю такой весь и меня это сразу выбивает знаешь такого типа вот мне в швеции проще держать именно фокусы да конечно не то что я знаю что всем там поеду в транс все там забью нет не так просто ну мне вот для ментальности лучше чтобы ничего этого не видеть этих всех этих ну приколов понял чтобы тебя не расслабляло чтобы даже чтобы не было соблазна пойти там позагорать куда-то да ну и еще один вопрос был мы к нему прикасались мне кажется что сколько нужно денег вообще подготовку бойцу но мы так не можем сказать так можно в детстве это одни суммы потом это одни суммы опять же ты можешь если мы говорим за швейцу то ты можешь поехать туда ты это конечно не у всех есть возможность но если ты просто там никто не допустит там в швеции есть возможность еще в зале пожить то есть там есть комнатки где есть кровати да 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 как ты жил до этого ну понятно что там ну никак любой может приехать и там жить да там это нужно расположить себя знаешь там познакомиться чтобы у тебя узнали что ты профессиональный боец там ну то опять же если вот ехать вот так можно это как в таиланде вот мы приехали в таиланд я в таиланде потратил меня там был два месяца и я там ну столько денег потратил ну очень вроде ну потому что можно тоже зажрались мы там уже и мы там виллу снимали туда рестораны понял конечно можно поехать и в три раз дешевле сделать да если у тебя есть возможность если просто ну как бы и я достаточно много в своей жизни жил вот в этих спортивных условиях да там и без денег и без хорошей кровати мягкой понял что для меня сейчас есть возможность жить красиво ну как не то что красиво и есть возможность поехать на сборы и жить получше покомфортнее я конечно же ну этим пользуюсь зачем ну типа я ж не понимаю как ты сказал есть пример как хамзат которого ты видишь что деньги вообще не поменяли ни его отношения и это те тоже да ты начинаешь не бояться что у тебя что-то произойдет на вот опять же знаешь там это конечно круто жить в зале все это спарта условия пацаны знаешь ну закаляет но если мы говорим про подгазку к бою это фигово ты тоже не высыпаешься ты не восстанавливаешься ну как бы там ну плохо опять мы возвращаемся к тому что везде баланс какой-то да короче нужно пройти через вот тяжелое трудное тернистое время когда нет денег когда ты живешь в зале на матах чтобы потом дойти до того чтобы ты мог уже там жить уже комфортнее для себя да опять же ну нельзя так зайти в этот спорт наш что поеду на сборы там вот хату на машину такого нету да я чтобы я говорю опять же мне чтобы мне что появились был только возможность поехать и снять нормальную квартиру жить и и и кушать хорошо и комфортно я повел один спортсмен боев для этого и нужно прошел какую-то дорогу знаешь грубо говоря до этого поэтому возвращаясь к тому если мы говорим про вот начинающих кто только начинает да главное желание играла желание какие-то деньги понадобятся данный билеты где-то остаться но это не такой дорогой вид спорта как это не такое не такой не такой ты придешь там если ты просто не спортсмен если готовишься к боям себя никто не возьмет денег в зале за тренировки то есть там но всегда к этому очень лояльно относятся все всегда понимают что профессиональные бойцы для них это тоже плюс там же есть утка если вас туда приезжают есть там которые живут на постоянной основе лишь тоже хорошо когда приезжают новые парни тренируются от обмен опытом для них спарринг партнеры да поэтому до контакта поэтому никто не будет там нет денег и доча за день и выставить нашему не заходи без денег да все по всему миру да по всему есть уроки есть уроки как в таиланде да это уже настолько уже такой уже там уже такая коррупция коррумпированный зал там уже очень большое имя в этом tiger мой тай там уже настолько большое имя что там уже все там по абонементам у них поток людей бешеных каждый день там ну тысячи людей проходит через этот зал там они деньги такие бешеные делают по это дело что они нет а вот такие залы простые знаешь там ну никто себе денег не будет никогда брать то есть есть реально желание если пришел там там ну сказал там вот я там боец там готовится там вот это ну не просто сурится чувак да нормально все будет просто надо добраться чтобы ли какие-то денежки надо покушать ну что поесть но это тоже опять же гречка курица рис там это все basic полный особенно если скидывает да это все ну проживешь там макароны себя отваришь да да будет может не на вкусное в ресторане но пройдет а потом будет ресторан поэтому не знаю не так много надо как кажется да сань ты вообще очень такое ощущение что подкаст это твой формат слушай да я говорил у меня Даник Весенок мой любительский друг я говорил давай сделаем ммм подкаст сделай где мы с тобой будем сесть вдвоем приглашать гостей и просто общаться на разные вот допустим чтобы Даник аппарат не крутил допустим типа раз в неделю там знаешь все там допустим перебирают спортивные мировые новости да плюс там была такая возможность что нам могли бы звонить типа вот гостя и могли задавать нам вопросы а мы могли просто отвечать он же в твиче там и делает это все Даник ну там в твиче и в твиче там и на ютубе да типа пусть он это мне даже сам прикол нравится что допустим да вот образно говоря есть подкаст там я Даник там может тут еще третий грубо говорят да это такая максимальная чиль на псовке знаешь где-нибудь в гараже сделали бы студию только знаешь чтобы не так что там типа знаешь как в офисе в каком-то не такая на диванчике или сидели бы знаешь как Джо Роган знаешь мне нравятся подкасты такие да там пришли гости могут там пиво сесть пить ну вот у нас такое было бы более спокойное там кто-то хочет может там но у тебя очень да и и чтобы мы именно общались на тему спорта это был такой основной уклон но также были допустим какие-то знаешь там какие-то вот личные моменты вот ну просто вот про жизнь там по-моему там гостям вопрос там нам в онлайне задал там типа и серии там расскажите там про там как к девушке подкатить и мы как уже взрослые пацаны опытные тем мусоли бы там как вот там ну про все такие жизненные моменты личные тоже общались бы это было бы интересно ты знаешь я думаю тебе очень подойдет такой формат это опять же видя как ты здесь сейчас что-то делать опять но это нужно время я тоже я я знаю что я месяц в Латвии два не в Латвии тоже это все ну сделается так попробуй сделать разок можно приколоться знаешь что у Таника тоже много очень куча много работы поэтому но я как-нибудь что-то сделаю я обязательно сделаю подкаст тебе подходит и тебя приглашу на него спасибо большое было очень интересно слышишь мы держим кулаки два кулака за восьмое июля ждем твой убой будем смотреть также желаем тебе удачи и реально очень классно побазарить и больше все оценят это все спасибо за то что прибыли спасибо